Приветствуем вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром мы бы хотели попросить вас подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропускать ежедневные новости на нашем канале. А мы переходим к новости. Спрятавшее лицо за маской Волочкова сообщила о заражении ВИЧ. Анастасия Волочкова всегда не против лишний раз появиться на телевидении. В своем очередном интервью она вновь удивила россиян оригинальными умозаключениями. Бывшая прима-балерина после завершения карьеры в Большом театре известна не столько своими танцами, сколько скандалами и сумасшедшими выходками. Подробностями своей нескучной жизни Волочкова щедро делится в социальных сетях, а также в различных ток-шоу, куда приходит в качестве гостей. На этот раз балерина приняла участие в съемках программы «Легенда» на RTVI. В ответ на вопрос о своем отношении к пандемии, коронавируса и вакцинации, Анастасия заявила, что прививаться не планирует, и на то у нее есть свои весьма оригинальные причины. «Я не буду вакцинироваться. Люди, вы что?» Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Пичкайт. «Я просто слушала много высказываний исследователей западных и американских. Пока еще не понятно, что это за вакцина. Я просто не буду рисковать своим организмом, своим здоровьем. Принудительно это невозможно сделать. И никто не имеет права заставить», — категорично заявила знаменитость. Подобные высказывания в сети уже не редкость, но Анастасия решила еще немного углубиться в тему и поделиться новыми данными из неизвестных источников. «Я просто слышала, что эти вакцины могут провоцировать в организме не сейчас, а в процессе и последствий времени. И онкологические заболевания, и ВИЧ, и так далее, отрезала Волочкова». Этот пассаж оценили даже самые убежденные антипрививочники. О ВИЧ ученым известно уже очень многое, и заразиться им можно, если в кровоток поступит существенная капля крови, семенной жидкости или молока матери С. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Пичкот. ВИЧ в случае с грудным кормлением. При этом человек, который страдает ВИЧ, должен иметь высокую вирусную нагрузку. О заражении ВИЧ путем вакцинации от коронавируса, кажется, не слышал еще никто, кроме Волочковой. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. И свежие новости каждый день вы будете видеть первыми. Спасибо за просмотр.